МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Привет! Юлия Данилюк, 33 года, владелица сети салонов меха и кожи в Березниках и Соликамске. Предпринимательством занимается с 18 лет. Первый бизнес-отдел бытовой химии. Замужем, воспитывает сына и дочь. В свободное время путешествует со своей семьей, в том числе и по Пермскому краю. Милана Данилюк, 9 лет, дочь Юлии Данилюк. Учится в третьем классе гимназии номер 9. В свободное от учебы время посещает театральную студию «Росинка». Хобби, книги, танцы и кулинария. Нежные цветы, причудливые птицы и много-много-много нарядов. Это ли не мечта каждой маленькой принцессы? До 18 ей еще целых 9 лет, но Милана Данилюк уже делает первые шаги в модном бизнесе. Мама Миланы Юлия такую тягу дочери к прекрасному заметила давно. Владелица мехового салона с пеленок брала дочь на выставке. И ни разу ее маленькая копия ее не подвела. Это было видно изначально. Она даже давала свои комментарии и давала их, между прочим, всегда в точку. Что она говорила, что будет продаваться, и я брала на свой страх и риск, просто слушая ее, всегда продавалась на самом деле в первую очередь. У меня такой маленький, можно сказать, зал. Разные есть ткани, выбираем, может быть, что-то сошьем. Мы со стойки приходим в нашу большую примерочную, чтобы девочки смогли сделать селфи. Еще мы, конечно же, в моем магазине для принцесс должен быть трон. Особы голубых кровей, конечно же, любят все розовое. Этот зефирно-кружевной рай для юных модниц на 15 квадратных метрах появился благодаря случаю под Новый год. Ну, я вообще хотела телефон себе. А потом мне мама предложила мне открыть магазин, чтобы я купила, вложила деньги в магазин, который я накопила. А потом, которые я деньги заработаю, я уже купила за свои деньги телефон. И мне будет приятнее. Я просто сказала фразу, она к ней отнеслась очень серьезно. Я говорю, намного приятнее, когда ты сама можешь заработать деньги и потратить их на что хочешь. А не ждать, когда тебе что-то подарят. Или это будет от кого-то какой-то подарок. Всегда приятнее самой на заработанные деньги. Это вдвойне приятно, я бы так сказала. И дело пошло. Сначала Юлия и Милана Данилюк продавали вещи в интернете. А прибыль шла на открытие магазина. Почти год начинающая бизнес-леди готовилась к этому событию. Сейчас, на данный момент, они работают уже четвертый месяц. Со второго месяца я не стала не вкладывать нисколько. То есть за два месяца, ну, был начальный какой-то капитал. И спустя два месяца мы вышли на окупаемость магазина. И деньги больше мы не вкладываем. То есть он сам себя окупает, развивается и уже приносит прибыль. Если занимаешься любимым делом, никогда не замечаешь сложности и преград. Любит повторять мама Миланы. Кстати, все вещи, которые продаются в магазине, выбрала сама девочка. Потому что я сама люблю составлять луги, модничать. Ну, я хочу просто быть красивой и все, что, не знаю. Я как мама. Я хочу, как и она, открыть много магазинов. Так же, чтобы они процветали. Ну, естественно, этот отдел юридически оформлен мне, потому что он просто не может быть оформлен пока на Милане. Поэтому всю данную вношу несу я. Но Милана знает, что и дома считает, и это очень полезно, я считаю, для детей. Она знает, откуда берутся деньги. Что не все деньги можно потратить с выручки. И что есть часть, которую нужно отложить на аренду, на зарплату, что есть налоги, что нужно делать все, в первую очередь, для клиентов. В нашем городе это, пожалуй, единственная подобная история. Но с чего же начать бизнес воспитания своего ребенка, если сами родители далеки от предпринимательства? И для всех ли полезны уроки экономики в раннем возрасте? Детям полезно понимать, какой реальный мир их окружает и как им дальше в жизни продвигаться. Думаю, основам экономики, основам бизнеса нужно детей обучать. Сейчас в этом плане хорошо, а есть бизнес компьютерные игры, действительно, есть какие-то специальные тренинги, такие вот, значит, это можно использовать, но вот это можно в игровой форме. Не знаю, может быть, родители некоторые в игровой форме смогут детьми самостоятельно заниматься, в плане показывать им основу бизнеса, например, на своих предприятиях. Но это, наверное, редкий случай, может быть, просто. А нашей героине Милане Данилюк бизнес совсем не мешает хорошо учиться в школе, в свободное время ходить к репетитору и посещать театральную студию. Успевает. Просто она стала более грамотно корректировать свое время. Где-то меньше телефон, где-то... То свободного времени у нее не меньше точно остается, да, Милана? Все успевает. Обычный, нормальный ребенок, который еще дополнительно просто что-то сядет, посчитает, что-то мы обдумаем, куда-то мы съездим, что-то закажем. Продвижение магазина детской одежды Юлия Данилюк, конечно же, доверяет только своей дочери. Один из самых эффективных способов этой рекламы в Инстаграме, говорит Милана. Я приезжаю в субботу и, может быть, мы пофоткаемся. Мне с подругой, знаете, вот чтобы магазин процветал, знаете, вот я просто с себя радость взяла и сняла на свою страницу сториз. Она делала две вещи. Я сначала сняла уги, а потом как она ходит. Это, знаете, не как вот так шикарно, но все равно я продемонстрировала две-три вещи. Ну вот. Это беспроигрышный тантем. Две лучшие подруги и два надежных компаньона. В планах у наших бизнес-леди создать целую сеть и для начала открыть отдел детской одежды в Березниках. И Милана уже знает, для чего ей это нужно. Мечта в жизни – свозить родителей в Париж за свои деньги. Продолжение следует... Продолжение следует...